Приветствую вас! И проблема заключается в том, что вам необходимо самому понять, чего вы хотите. То есть, если с супругой отношения изменились в порядок причин, то при наличии у вас желания эти отношения с ней восстановить, при наличии у вас желания вновь с близостью, можно проработать причины, по которым вы перестали интересоваться ей как женщину. И для этого можно посетить семейного психолога, то есть провести совместную с вами консультацию, совместную с вами обоими консультация для того, чтобы понять причины и постараться их исправить. Если вы не хотите с женой сближаться, если вы считаете, что проблемы не в ней лично, а вообще, то есть, ну вот, объективное чувство прошли и как бы интерес пропал, любовь тоже перестала вас особо волновать. И вам просто вы поняли, что эта женщина не ваша, то в таком случае, с ней, опять-таки, нужно об этом поговорить, потому что у нее, по сути, те же повреждения, что и у вас. То есть, она также, ей также тяжело жить, возможно, без сайта, так же тяжело и некомфортно жить с вами, как с братом, потому что все-таки ей нужен мужчина, а вам не нужно. И вот это направление нужно, опять-таки, проработать. То есть, когда вы говорите с ней и прините вместе с ней какому-либо решению. Судя по тому, что вы живете как брат с сестрой, общение у вас на определенном уровне имеется. То есть, это не классический случай, когда супруги, да, перестают общаться совершенно. Супруги перестают как-то взаимодействовать, постоянно ссорят. Вы общаетесь, у вас есть контакт, вас притягивает дочь. Значит, если вы сохраняете брак ради ребенка, то тут необходимо понять очень важную вещь. Что ребенок, он чувствует, что между его родителями что-то не так. И, как правило, винит в этом, ну, начинает в этом винить себя. Из-за этого он чувствует нервованность, напряженность, там, глядущая атмосфера и так далее. Если ничего этого нет, но у вас просто неудовлетворение вот тем, как происходит ситуация, как она развивается, как она имеет место быть, если вы чувствуете неудовлетворенность ею, то вам необходимо, в первую очередь, для себя определиться, что вы хотите. То есть, для того, чтобы выстрелить отношения в семье, необходимо прорабатывать конфликты. Вот этот вот ряд причин, по которым отношения изменились, их необходимо со специалистом разбираться. И разбирать не только с вами, но разбирать и с вашей супругой тоже. И чтобы вы смогли их преодолеть. Чтобы вы, в первую очередь, смогли их обозначить. И обозначив их, могли бы вместе прийти к какой-то общей стратегии поведения по преодолению этих проблем. Потому, это не решаемо, что проблем нет. Вопрос в том, есть желание или нет желания. Потому, что должно быть желание у обоих. В противном случае, ничего не получится. А чтобы безболезненно развониться, нужно с супругой поговорить. И сказать, что вот так и так. Вот, по сути, получается, что мы с тобой живем, как брат из стран, не удовлетворяя, да, чисто вот, потребностей, как мужчины, с моей стороны. И как женщины с твоей супругой. И вот, тебя это устраивает? Меня лично нет. И мне кажется, что если между нами чувств уже больше не осталось, то, может быть, имеет смысл нам развестись и к этому найти свою вторую половинку. Но при этом, как бы, с ребенком все равно поддерживать контакт, общаться с ним, не забывать и так далее. Потому, это мы-то с тобой удовлетворение, полное уважение получаем. И из-за этого, из-за этого у нас возникает неудовлетворенность. Мы из-за этого не совсем счастливы. И мы, ребенка, соответственно, с ним тоже делать не можем. То есть, и в обоих случаях необходимо разговаривать с вашей супругой, чтобы прийти к какому-то общему выводу, к какому-то компромиссу. Либо это направленность на разрешение ваших проблем, либо направленность на, собственно, разъединение дорожек жизни. И то и другое можно сделать только лично, если вы будете находиться в состоянии диалога. Если вы будете решение принимать огонь, то ситуация такова, что безболезненно адресит вас не получится, странно будет какие-то обиды, странно будет какие-то обвинения и так далее. Ну, а выстрелить отношения, понятно, также без диалога невозможно. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать по вашему вопросу. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи!